Субтитры предоставил DimaTorzok Стабильный рост. Депутатский корпус оценил работу Акима Алматинской области. Мечты сбываются. Молодежный проект Jazz Project открывает новые возможности для людей с инвалидностью. Воспитание трудом. Служба пробации помогает условно осужденным в трудоустройстве. Касым Жумартом Тукаевым подписан указ о назначении выборов депутатов мажориса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслехатов всех уровней. В связи с этим глава государства обратился к казахстанцам. Подробности в сюжете. Как и планировалось, предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки 10 января 2021 года. У всех политических партий было временно подготовка к участию предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Теперь дело за Центральной избирательной комиссией и Генеральной прокуратурой. Они будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов. До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажориса парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Кроме того, они наделяются правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. Руководителям фракции политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат парламента, пленарных заседаниях Мажелиса парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях. Впервые в казахстанской парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. И предстоящие выборы в Масляхату пройдут по партийным спискам. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны. Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия независимости, призывая всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажелис парламента и Масляхаты. Стал известен бюджет предстоящих выборов в Мажелис и Масляхаты. Они обойдутся в 15 миллиардов 300 миллионов тенге. Цифры озвучила член Центральной избирательной комиссии Сайбела Мустафина. Основная доля этих расходов пойдет на оплату труда 70 тысяч членов 10 тысяч избирательных комиссий. Остальные деньги заложены на изготовление бюллетеней, полиграфической продукции и информационное сопровождение. Для избрания в депутаты Мажелиса по территории единого общенационального избирательного округа производится большинством голосов от общего числа членов высшего органа политической партии. Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющиеся членами данной политической партии. В ключевых секторах экономики Алматинской области идет стабильный рост. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев озвучил Аким Алматинской области перед депутатами областного Маслихата. О самых значимых моментах доклада расскажет мой коллега Тамира Нитов. Несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год для Алматинской области стал плодотворным. По итогам 9 месяцев объем промышленного производства вырос на 3,1% и составил 846 миллиардов тенге. Привлечено 437 миллиардов тенге инвестиций. Обрабатывающая промышленность также в плюсе. Обеспечен рост более чем на 4%. По мнению главы региона, большой вклад в это внесли крупные транснациональные компании. Большой вклад внесли крупные проекты транснациональных компаний, таких как Малевинфуд, Лукоил. В этом году с их участием запускается комбикормовый завод «Эсософит Милос» мощностью 60 тысяч тонн в год. Кроме того, введены в эксплуатацию две птицефабрики общей мощностью 44 тысяч тонн мяса птицы в год. Это «Наурозагра» и «Отангрейнфуд». Также до конца года запускается завод «Алацем» совместно с сингапурской компанией, с современным оборудованием, которое будет ежегодно производить 1,2 миллиона тонн цемента. Сельское хозяйство – главный двигатель Алматинской области. На поддержку агрария в этом году выделено 46 миллиардов тенге. Посевная площадь увеличена на 7 тысяч гектаров и достигла почти 970 тысяч. Отдельного внимания заслуживает сахарная свекла. В этом году было запланировано собрать 500 тысяч тонн сладкого корнеплода и посредством двух заводов получить 50 тысяч тонн сахара. Совместно с инвесторами проводится модернизация существующих двух сахарных заводов Куксуевского и Аксуевского для переработки тростникового сырца, что позволит обеспечить их круглогодичную загрузку и к 2023 году покрыть около 70% потребностей страны в белом сахаре. В восстановлении ирригационных систем выделено 5,1 миллиард тенге, в том числе из местного бюджета 1,5 миллиарда тенге, в рамках дорожной кантрии занятости 3,6 миллиарда тенге. Кроме того, за счет Исламского банка развития ведется реконструкция развитых сетей в Искельдинском, Аксульских районах, за счет республиканского бюджета в 10 районах. Пандемия заметно ударила по малому и среднему бизнесу. Свыше 38 тысяч предпринимателей временно прекратили свою деятельность. В один миг они лишились всего. Но своевременно принятые антикризисные меры помогли стабилизировать ситуацию. 118 тысяч субъектов бизнеса получили налоговые стимулы и 641 субъекту предоставлены отсрочки по кредитам. Профинансированы 158 проектов, микрокредиты получили 836 человек. По проекту «Баста-бизнес» направлено на обучение 3645 человек, выданы 1659 грантов на развитие новых бизнес-идей. По этому году объем выпущенной продукции, оказанных услуг, составил 1,7 триллиона тенге. Доля малого и среднего бизнеса в валом оригинальном продукте увеличился до 34%. Решение проблемы очередности – одна из актуальных задач на сегодня. За 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 712 тысяч квадратных метров жилья. Это на 7,6% больше аналогичного периода прошлого года. В рамках программы «Нурл-Жер» на строительство жилья выделено почти 40 миллиардов тенге. На всех площадках региона возводится 532 жилых дома, на 1630 квартир. 32 многоэтажки уже сданы в эксплуатацию. В целом, в текущем году по всем направлениям программы жилье приобретут 2843 семей, в том числе 725 многодетных. Из областного бюджета выделено 500 миллионов тенге на жилищные сертификаты. Из них выдано 256 сертификатов на 171,1 миллион тенге. За 9 месяцев по программе «722-5» квартиры получили 365 семей. По программе «Бахтодбаса» 511 семей. В рамках госпрограмм реализуется 110 проектов о строительстве и капремонту систем водоснабжения, но общую сумму 18 миллиардов тенге. Кроме того, на сегодня голубым топливом обеспечены 144 населенных пункта. Завершаются работы внутриквартирных сетей областного центра по четвертой очереди. В настоящее время в Талдукургане дозу к природному газу имеют 17 тысяч с половиной абонентов. Начато строительство внутрипоселковых сетей населенных пунктов Балхашского, Харатальского, Куксуйского, Кирвулавского и Ескельдинского районов. Всего на газификацию в текущем году направлено 6,2 миллиарда тенге, в том числе из бюджета 4,8 миллиарда тенге. Частные инвестиции 1,4 миллиарда. К концу года возможность газификации получит еще в целом 1,1 миллиона жителей или 52,4%. Не менее важный вопрос – трудоустройство граждан. В рамках реализуемых госпрограмм создано 56 тысяч рабочих мест. 30 тысяч из них постоянные. Существенную помощь в этом оказала дорожная карта занятости. В рамках программы реализуется 1051 проект на 105 миллиардов тенге. Наряду с этим ведется строительство 7 школ, 8 амбулаторий, капремонт, 35 школ, дорог и систем водоснабжения. На бесплатное профтехобразование направлено 1535 человек. Краткосрочные курсы прошли 1263 человек, из которых 710 трудоустроены на постоянные рабочие места. Кроме того, на социальные рабочие места, молодежные практики и общественные работы трудоустроено свыше 22 тысяч безработных и самозанятых граждан. Из числа социально уязвимых слоев населения 15-6 тысяч семей получили адресную социальную помощь на общую сумму 5,5 миллиарда тенге. Гарантированный социальный пакет выдан 19 тысяч получателей АСП. Заметные изменения в связи с пандемией коронавируса претерпела и система образования. Свыше 350 тысяч учащихся школ и колледжей перешли на дистанционное обучение. Почти все 760 школ региона подключены к сети интернет. Закоплено 75 тысяч компьютеров на сумму 12,5 миллиардов тенге. Почти 24 тысячи персональных ПК будут розданы школьникам из малообеспеченных семей на временное пользование. Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом и для системы здравоохранения. За последнюю неделю темп прироста составил 0,1%. В настоящее время 115 человек находятся на лечении. В соответствии с указом президента на борьбу с пандемией, Алматинская область выделила 13 миллиардов деньги. 8 из них на подготовку ко второй волне. Приобретены 3 компьютерных томографа, 18 рентгентоаппаратов. Это дополнительно к существующим. 150 ИВЛов и другое медоверудование. Кроме того, за счет спонсорской помощи получен 31 ИВЛ, 510 кислородных концентраторов, 22 санитарных автомобиля и 208 тысяч средств индивидуальной защиты. Кроме того, мы в этом году закупили 180 машин скорой помощи и 12 передвижных медицинских комплексов. Количество бригад скорой помощи увеличено со 165 до 205. Помимо этого, по словам Амадыка Баталова, ведется строительство 17 объектов здравоохранения на сумму 13 миллиардов деньги. Для решения жилищного вопроса медработникам в текущем году приобретено 127 квартир. До конца года жильем будут обеспечены еще 64 человека. В следующем году для врачей будет построен 60-квартирный жилой дом. 5 362 медработника получили на отбавку на сумму 4,7 миллиард деньги из местного бюджета. 1123 медработникам выплачены премии на 137 миллиардов деньги. Работа по подготовке к второй волне пандемии находится на особом контроле. В области построено 178 участковых пунктов, совмещенных с жильем. В целом в регионе проделана огромная работа, отметили депутаты областного Маслихата. Работа Акима Алматинской области Аманды Кабаталова признана удовлетворительной. Около 50 объектов культуры отремонтируют в Алматинской области до конца текущего года. Из них по программе «Дорожная карта занятости» пройдут капитальный ремонт 12 сельских домов культуры. Еще два полностью реконструируют. Это позволит создать более 520 рабочих мест. На данный момент в целом ряде районов кипят строительные работы. О том, как реализуется государственная программа в Житусусском крае, расскажет наш корреспондент. Всего в Алматинской области 247 домов культуры. 12 из этого числа проходит капитальный ремонт. Один из них – дом культуры в селе Злихи Тамшибай Куксузского района. Полностью сменит облик. Работа по реконструкции объекта культуры уже подходит к концу. Здесь заменена крыша, вентиляция, водопровод. Линеарными панелями отделан фасад. Внутреннее пространство также приобретет современный вид. Для этих работ было выделено 450 миллионов тенге. На объекте работало у нас 110 человек. Из них 47 человек. В общей сложности 110 должно быть 93 или 94 человека. 47 человек по программе занятости дорожной карты отработали. Минимально получали зарплату по 85 тысяч тенге. На данный момент завершаются отделочные работы внутри здания. Остались у нас побелка, покраска. И осталось у нас благоустройство закончить. Остальные все работы закончены. По благоустройству здесь у нас передняя часть фасадная. Брусчатка будет, озеленение. И по территории, по периметру здания будут дорожки все асфальтированные. Клумбы будут, озеленение будет. И освещение. Капитальный ремонт претерпелое и ветхое муниципальное здание в селе Бахтбай из Кельдинского района. Его реконструкция обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха. На обновление будущего Дома культуры по программе «Дорожная карта занятости» выделено более 864 миллионов тенге. Около 50 человек здесь нашли работу через центр занятости. Введение в эксплуатацию планируется через два месяца. Именно к этому времени у сельчан появится учреждение для культурного досуга. «Будет полностью замену благоустройство. Лицовая сторона будет полностью вручаткой, а где заезд будет у вас асфальтирован. Новая котельная будет для обеспечения всю зданию теплом. Новые окна пластиковые и входные все витражи алюминиевые. Здесь где-то 34 помещения, два больших зала. Один зрительный, а другой спортивный». Сегодня в Алматинской области проходит реконструкцию 49 объектов культуры, в их числе здания архивов, клубы, музеи и другие. По программе «Дорожная карта занятости» создано свыше 520 рабочих мест. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и для других проектов. Тем самым в следующем году в регионе создадут еще около 130 рабочих мест для местного населения. Дотянуться до мечты. Стать профессиональным стилистом, обрести свою клиентскую базу и реализовать творческий потенциал. У начинающего парикмахера Санжара Шаяхмета большие планы на будущее. И инвалидность, по слуху, для него не помеха. Как молодому парню удалось реализовать заветное желание, узнаем из материалов сюжета. Проект развития молодежного корпуса «Джазпроджект», инициированным Министерством образования и науки РК и Всемирным банком реконструкции, мощный стартап для реализации идей молодежи. Пробуют свои силы в новом для них деле и студенты Талдыкурганского политехнического колледжа, имеющие инвалидность. Среди них Санжар Шаяхмет. На воплощение своего проекта «Парикмахерское искусство» он получил грант в размере 1 миллиона тенге. На эти деньги приобрел необходимое оборудование. Сейчас его салон известен многим жителям Текили. По мнению юноши, участие в проекте «Джазпроджект» стало для него стимулом развития собственного дела. Учаясь в специнтернате для слабослышащих, я с пятого класса обучался по специальности «Парикмахерское дело». Сейчас я студент колледжа. Когда я учился на первом курсе, узнал о проекте «Джазпроджект» и сразу же собрал документы. А уже летом узнал, что выиграл грант. В августе прошел онлайн-обучение. Практиковать начал в родном ауле. Мне очень нравится моя профессия. Сейчас предоставляю бесплатные услуги и получаю стипендию в 40 тысяч тенге. Сейчас у меня уже около 20 постоянных клиентов. В основном это многодетные, малообеспеченные семьи. На протяжении полугода конкурсантам проекта «Джазпроджект» выплачивается стипендия. Лица, имеющие среднее или среднеспециальное образование, получают 40 тысяч тенге. Лица с высшим образованием – 60 тысяч. Согласно главному условию проекта, все услуги участники оказывают на бесплатной основе. На стрижку к Санжару мы приходим уже во второй раз. Изначально он оказывал нам услуги на дому. Причем бесплатный стриг моих детей. Об этом мастере меня информировали в Акимате. Это большая помощь для многодетных матерей. К тому же Санжар, хоть и начинающий парикмахер, но у него большое будущее. Кроме того, здесь еще есть и мастер маникюра. Это очень удобно. Я очень благодарна ребятам. В число пилотных регионов, где реализуется программа, входят Алматинская и Карагандинская области. Проект не только дает неограниченные возможности для реализации самых смелых и креативных идей молодежи, он приносит пользу и для социально уязвимых слоев населения. А приобретенный опыт поможет его участникам в будущем открыть свое дело уже при поддержке Палаты предпринимателей. Второй шанс. Служба пробации в Аксусском районе помогает условно осужденным начать новую жизнь. Сегодня на его контроле около 57 человек. Большая часть из них смогла получить медицинскую и юридическую помощь. А другие же нашли постоянную работу. Подробнее о работе дома пробации расскажет Дамир Анитов. Александр Санников долго искал работу, но брать его нигде не спешили. Причина – судимость. 20-летний парень год назад условно освободился из тюрьмы. Трудоустроиться ему помогли в службе пробации. Сейчас он работает автослесарем в водоканале Силожан-Цугуров. Месяц зарабатывает 60 тысяч деньги. Я работаю уже четвертый месяц в организации водоканал. Работа тяжелая. Мотор собираем на газель. Спасибо пробации, что меня устроили на работу. Сейчас исправился больше. В дальнейшем уже не буду переступать закон. В 2019-м осудили условно. И как вот работу таким не дают почти что. И вот спасибо Атлету, Даурену. Они прям помогли хорошо, нашли работу. Зарплата очень хорошая. Пойдет по нашему здесь, по нашему. Да, да, да. Справится. Он прям говорит, мам, я отступилась. Но он не хотел, конечно, но получилось так. Теперь, говорит, я буду умней насчет этого. Нариман Мукашев провел за решеткой полтора года. Уже как полгода условно освобожден. Так же, как и предыдущий герой сюжета, он не мог найти работу. Мужчина было отчаялся. Однако, благодаря службе пробации, его трудоустроили на Аксусский сахарный завод. Как только я вышел досрочно, я начал искать работу. Семьи нет, но есть родители, за которыми нужно ухаживать и заботиться. Спасибо службе пробации. Я работал на Аксусском сахарном заводе, затем меня устроили на ремонт дороги. Там было сложно, я снова перевелся на сахарный завод. Работаю разнорабочим на Кагатном поле. Мы ежемесячно посещаем людей, состоящих на учете. Ходим на места работы, узнаем у начальства, как они справляются. Бывает и вечером заглянем к ним домой, чтобы убедиться, что они исправляются. Наша задача их трудоустроить, вернуть к прежнему укладу жизни. Ведем переговоры с различными учреждениями. Договариваемся, чтобы взяли на работу. Всего на учете службы пробации Аксусского района зарегистрировано 67 человек. Свыше 20 из них уже трудоустроены. Дополним, это на 15 больше аналогичного периода прошлого года. Дамир Анитов, Жаев Курманбаев, Телеканал ЖИЦУ. Верность долгу. В областном центре прошел сбор заместителей командиров по воспитательной и идеологической работе воинских частей Талтыкурганского гарнизона. В сборе приняли участие 30 представителей полка связи и авиации, а также военной полиции. Цель мероприятия – повышение профессиональных качеств служащих, обмен опытом, поддержание высокого морально-психологического климата в воинских коллективах. Сборы проходили под строгим соблюдением всех санитарных норм. На данном мероприятии были рассмотрены следующие мероприятия, как недопущение коррупционных правонарушений среди военнослужащих, также профилактика административных правонарушений среди военнослужащих. Были разъяснены моменты сотрудниками военной полиции. Также выступали представители агентства по делам религии. Я думаю, данное мероприятие прошло плодотворно. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова